привет всем я виктория кто не знает сегодня у нас вот такая вот очаровательная очень яркая картина с розой данная работа у нас выполнена на гипсокартоне размер 50 на 70 сантиметров в данной работе применяем технику барельефа то есть работаем гипсовой шпатлевкой и сверху мы покрыли все эпоксидной смолой что я делаю я взяла обычное бумажное полотенце которые есть у каждого на кухне окунала в раствор с гипсовой шпатлевкой и выкладывала вот такой вот рельеф розы но суть в том то что изначально я хотела сделать работу немного другое хотела сделать всю розу рельефные и шероховатый но в дальнейшем я увлеклась процессом и решила сделать ее гладкой хотя идея из бумажных полотенцами тоже очень понравилась но это будет думаю другая следующая работа то есть работу я выполняла в три слоя сначала был основной потом 2 и 3 уже более такой вот гладкий затем я взяла наждачку всю работу за шкуривал вообще работа смотрится очень даже неплохо в белом цвете можно было бы также покрыть белым цветом например и тоже нанести некий декор ну я решила сделать ее по просьбе дочери яркой красный как вы видите в местах углубления я немного затемняю использую акриловые краски до красный цвет смешиваю с бордом можно с черной краской здесь вы уже экспериментируете то есть на самых выпуклых частях мы высветляем листья а самое значит удаленные части и вогнутые мы делаем более темными краски я использую акриловые художественные можно вообще использовать любую интерьерную краску добавлять в нее колеры это все на ваш вкус и цвет кисточки лучше использовать синтетику так как они акриловые краски наносят ровным и гладким слоем что хотела сказать по поводу вот этих бумажных полотенец изначально какая была задумка изначально я хотела сделать да вот такую вот форму розы но вся роза у меня была бы я бы покрывал ее например полностью черным цветом да и эти шероховатости которые оставались бы от бумажного полотенца их изначально специально хотел оставить и по этим шероховатостям когда мы проходим полу сухой кистью другим цветом например основу мы полностью закрасили черным цветом а сверху полусухой мы проходимся по выпуклым частям красным цветом тоже эффект был бы такой вот мятой бумаги тоже очень интересная работа ну вот на данный момент выглядит она у нас вот так подсохла она у нас и выпуклой части видите листиков вот уже вот высветляем следующий процесс у нас будет это процесс покрывания краешков листьев по талию ну пока вы выполняете данный процесс хочу поделиться с вами тем то что у меня сейчас есть экспресс курс по рельефу данную информацию вы видите на экране и также хочу сказать то что я еще и выполняю работы на заказ и в самом интерьере и картины на основе вот так вот у нас с вами получается дальше я использовала стеклянную декоративную крошку видите да это золотые оттенки такие перламутровые нужно даже еще в конце добавила черные стеклянные крошки тоже смотрится очень необыкновенно очень ярко и эффектно но у нас с вами остается завершающий процесс покрыть данную работу полностью эпоксидной смолой когда мы ее покрыли она стала такой вот как будто бы стеклянной такой вот мощная очень яркая очень очень блестящий к сожалению я не оператор и снимать все это дело не могу красиво и видео все-таки не передает всего эффекта нового реальности смотрится картина гораздо лучше чем на видео а сейчас не забудьте подписаться нажать на колокольчик чтобы не пропустить новых видео всем творчество любви добра пока